Маленькие принцессы – куклы, как их только не называют. А юным моделям быть в центре внимания – одно удовольствие. Алиса Чепрасова в гламурном бизнесе первый год. Взлет карьеры девятилетней школьницы. Участие в городском конкурсе красоты, где она получила титул вице-мисс. Мой девиз – это я привлекаю успех, я всего добиваюсь. Я совершенно не волновалась. И когда уже говорили, что вторая вице-мисс Россия становится, то я уже знала, что это либо я, либо моя подруга Лера, то все-таки выбрали меня. Некоторые у нас, конечно, плакали. В этой подготовке участвовала вся семья Алисы. Вместе придумывали номера, визитку ежедневно репетировали. Родители считают, что такие мероприятия сближают членов семьи, развивают в ребенке творческие способности и закаливают характер. Изначально это было ее желание, потому что Алиса у нас любит выступать перед публикой, любит демонстрировать с детства творческие номера. Однако на подобных конкурсах участницы соревнуются не только в красоте и талантах. Это и жесткая нервная борьба. Каждым годом детских конкурсов красоты, где возрастной цен сколеблется от 4 до 15 лет, становится все больше, а возраст их участниц все меньше. Так, сегодня появились состязания, на которые бороться за титул главной красавицы. Мама приносит своих грудных малышек. Представители же модельного бизнеса считают, что идут в ногу с мировой индустрией. Делают счастливые детство еще счастливее. Дети становятся более открытыми, более коммуникабельными и, скажем так, вливаются в любой интерьер, в любое общество и могут преподать себя. В борьбе за корону мамы иногда азартнее дочерей. В последнее время организаторы даже запретили дефиле в купальниках, чтобы детей не сажали на диету. И что только не делают родители, превращая своих чатов в звезд подиума. Производят апелляцию тела, наносят автозагар, наращивают волосы, ресницы и выщипывают брови. Психологи утверждают, приводя девочек на подобное шоу, родители пытаются воплотить свои нереализованные возможности. И добавляют, подобные ярмарки тщеславия могут причинить вред здоровью детей их психическому, нравственному и духовному развитию. Те родители, которые детей приводят в такие конкурсы, они больше удовлетворяют свои потребности. А детский успех используют для компенсации каких-то своих личностных или социальных неудач. Простоя, но важная вещь. Ребенок ради любви, родителей готов родительские потребности, чтобы определяли его действия. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, запрещающий проводить детские конкурсы красоты. По мнению инициаторов нововведения, дети не должны участвовать в мероприятиях, связанных с оценкой демонстрации внешности. Нарушители будут бить рублем. Для граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч. Организации рискуют поплатиться даже миллионам. В мировой практике уже есть прецеденты, когда намеренно отказывались от детских конкурсов красоты. Так во Франции подобные состязания попали под запрет после того, как детям вкалывали ботокс и силикон. У нас в стране детей не пускают на подиум в Краснодарском крае, причем с 2007 года, когда дети дефилировали в купальниках. Туяна Немаева, Константин Синицын, Александр Мокин, Александр Барановский. Новости сейчас.